МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Программа создана вместе с МТС. Здравствуйте! Это программа «Дженерейшн ИИ». Я Аркадий Сандлер, директор Центра искусственного интеллекта компании МТС. Меня зовут Игорь Пивоваров. Я главный аналитик Центра искусственного интеллекта МФТИ и организатор ведущей конференции по искусственному интеллекту OpenTalks.i. Сегодня мы обсуждаем тему «Искусственный интеллект как личность». Человеку свойственно наделять человеческими качествами предметы, у которых этих качеств на самом деле не существует. А можем ли мы к нему относиться как личностью? Может ли быть в машине что-то, что мы воспринимаем как личность? На мой взгляд, мы даже не близко к этому. Об этом мы поговорим сегодня. Технологии искусственного интеллекта идут все дальше в область того, что делает человек. Раньше мы считали, что они не могут творить. Сейчас уже много других примеров. Мы вплотную начинаем приближаться к тому, чтобы искусственный интеллект мог стать личностью. Фоты, которых вы, например, делаете, вы же пытаетесь сделать, чтобы они походили на человека, чтобы они манерами походили. Что будет, когда это будет личность? Нет, мы стараемся делать таких роботов, которые комфортны для человека в общении. Мы стараемся делать комфортных собеседников. Мне, например, некомфортно будет общаться, если это бездушная машина. Хочется, чтобы это была личность на той стороне. Она бездушная, она имитирует личность. Она обучена имитирует личность. Она при этом бездушная машина, которая обучена максимально комфортному способу взаимодействия с человеком. Пока. Пока ты знаешь, как она работает, пока ты понимаешь, как эти куски алгоритмов состыковываются, и понимаешь, что там никого нету, что она обучена так, что она имитирует. Но чем дальше, чем более сложные модели мы строим, чем больше мы лезем в то, как устроен мозг, пытаемся воспроизводить это архитектурой в нейросетях, тем меньше мы начинаем понимать, как генерируются конкретные ответы, там, траектории. Тем больше мы начинаем приближаться к точке, когда будет все больше непонятно, почему машина сделала то или иное, и когда в ней будут проявляться какие-то креативные качества. Мы начнем придавать ей такие человеческие черты, а может быть, они в ней будут органически появляться. Что такое вообще человеческие черты? Ну, для начала ты очень здорово сказал про то, что мы не можем или не сможем. На самом деле, уже не можем, не всегда можем понять, откуда взялся тот или иной ответ. Именно поэтому появляется такой, ну, если угодно, слой, который в обычной жизни называется цензурой. Это такой слой, когда мы контролируем тот ответ, который робот пытается выдать пользователю. И это очень интересная технология, в том числе, которая требует дополнительного развития. То есть, если сначала первые такие вот диалоговые роботы, они создавались на правилах для формирования ответа, то поскольку сейчас все больше и больше используется на аэросети в работе таких диалоговых движков, и иногда приходится добавлять правила, которые контролируют то, что ты пользователю можешь ответить. Точно, потому что мы не ожидаем. Это довольно важно, да. Потому что мы не всегда ожидаем и не всегда понимаем источник, и иногда понимаем, какие вещи пользователю говорить нельзя. Точно. Помнишь, что у того бота Майкрософта, который обучался на твитах пользователей и через время стал вообще чуть ли не расистым? Да, они утверждали, что на это ушло примерно сутки. Но я не устаю говорить, что не надо путать пиар с технологией. На мой взгляд, там больше был пиар составляющая, чем технологическая. Тем не менее, в медиа, в какой-то, если угодно, даже современной гиковской поп-культуре это осталось как событие. Но как многие вещи появляются благодаря хорошему пиару, конечно же. Пиар, пиаром, но... Ну, подожди секундочку. Ты вот сказал про одушевление. Как много мы знаем случаев, что люди начинают разговаривать с совершенно неодушевленными предметами. Я не буду здесь даже брать тему разговора с животными, потому что у них там тоже есть на нейросети какая-то реакция, обучение, реагирование и так далее. Но ведь огромное количество людей разговаривают с телевизором. Огромное количество людей разговаривает с своими автомобилями. Стали, получившие довольно большое распространение, например, роботы-пылесосы. Их, во-первых, именуют, а во-вторых, с ними начинают разговаривать. Потому что они начинают себя вести как некие живые существа. Немножко непредсказуемо. Но вот душа, это понятие сложное. Мы придаем им качество живых существ. Смотри, с одной стороны... Что это за живое существо, когда какая-то круглая штуковина ездит по твоей квартире по такой вот совершенно неестественной траектории, подметая твой пол? Это такой веник, который начал двигаться. Просто достаточно продвинутая технология, она становится неотличима от магии. Где магия, мы начинаем какие-то придумывать этому свойства, ну, например, человеческие. Смотри, одно дело придавать некоторые человеческие черты, а другое дело, когда мы пытаемся... Ведь в движении... Сейчас множество исследователей искусственного интеллекта черпает вдохновение в биологии, в архитектуре мозга, там те же глубокие нейросети, которые сейчас используются. Это одна из моделей неокортекса. Но мы постепенно движемся в сторону усложнения этих машин. И дальше я не хотел бы рассматривать слово душа, оно сложное. Но если мы будем говорить про интеллект или там про разумность поведения, разумностью для нас является некое целесообразное адаптивное поведение, когда тот же пылесос начинает объезжать там какие-то углы и проявляет, ну, некоторые признаки разумного поведения, ты начинаешь его воспринимать как некоторое, ну, условно, существо не просто линейное, а с какими-то... Я понимаю, что там пока нет ничего человеческого. Не начинаю воспринимать. Но технология пока еще не на том уровне. Но мы же движемся стремительно в сторону... Вот это очень интересный пример ты с тем же самым пылесосом привел, когда он начинает объезжать препятствия. Когда он несколько раз проехал по твоей квартире и выучил своими датчиками, что в этом месте есть препятствие, на которое он натолкнулся несколько раз, технология дошла до такого состояния, чтобы он предвидел, что в этом месте не нужно снова тыкаться в это препятствие, а нужно его объехать. То есть технология пришла к ситуации, когда его маршрут строится, то есть внутренняя навигация строится с учетом уже известного препятствия, которое несколько раз было опробовано как препятствие. Мы с тобой работаем в отрасли, которая настолько стремительно сейчас движется. Ты посмотри, вот как... То, что говорили за последнее время, ну, компьютер обыграл шахматы, ладно, говорили про ГО, там, стратегическая игра, только человек может выиграть ГО. Многие считали это вообще как бы неким рубежом. Выиграли, Альфа ГО выиграла у Лиси Доля, в ГО, там, после... В прошлом году, в конце прошлого года, уже, там, программа Дипмайнда, Альфа Стар выиграла в Старкрафт. Стратегическую игру, в которой, казалось бы, это уже вообще... Если по крайней мере ГО это игра с полной информацией, мы видим все поле, мы видим все фишки, то стратегическая игра компьютерная это игра с неполной информацией. Люди стремительно накачивают технологии, множество компаний по миру бежит. Это будет не через десятки лет, это будет буквально, наверное, через годы. Вот смотри, ты говоришь про то, что там... Ты в данном случае... Машина может идентифицировать себя. Очень оптимистично, мне кажется. Ты знаешь, здесь дело не в оптимизме, я скорее взвешиваю вероятности. Одно дело верить, не верить, другое дело, как бы, смотреть на развитие событий и взвешивать вероятности. Я оцениваю такое развитие событий как достаточно вероятное. Что машина обретет сознание и дальше личность в течение ближайших лет? Я бы сказал... Но это, что называется, плохие новости. Ну, если это будет в том виде в сознании, такое человеческое сознание с самостоятельной постановкой целей, которую мы не знаем, с самостоятельной мотивацией, то вполне возможно, что это будет плохая новость. Это правда. Мы как технологическое сообщество должны, мне кажется, все время задумываться над тем, что мы создаем. И какой будет эта машина? Сможет ли она себя идентифицировать? Если она себя идентифицирует в этом мире, какие цели она будет перед собой ставить? Могут ли у нее быть вот эти человеческие ценности, которые нас ограничивают во многом? Будут ли у нее такие ценности? Можно ли... Мы понимаем, что их невозможно запрограммировать. И в этом смысле как раз, собственно, такой центральный вопрос нашей программы. А можно ли убить? А будет ли существовать такой этический вопрос? Для искусственного интеллекта будет ли понятие вообще убить, там, смерть? Или это будет нечто, выходящее за наши привычные этические рамки? Что значит смерть программы? Это когда ее... Программы, наверное, нет смерти. Когда ее выключили? Но вот так ее потом включили, она снова заработала. Верно. Если это программа... Или что? Или когда ее стерли? Если это программа, то, наверное, да. Если мы понимаем, что она работает по некоторому алгоритму. Тот же робот, если этот пылесос его выключил, он выключился, а потом включил, он по тому же маршрут и поехал, да. Но интересен как раз момент. Если в машине появится такая субъектность, если она начнет себя как-то идентифицировать в мире, то какой она будет? И как мы к ней будем относиться? Должно ли это как-то регулироваться? Можем ли мы эту машину рассматривать как равноправного, даже не знаю, как это сказать, существо вместе с нами в одном мире? Должны ли на вашей постанице законодательства такой же, как для нас? Если такой робот там что-то сделает, то он должен за это отвечать? Есть предложение. Или нет? Да. Я предлагаю договориться о следующем. Пока считать, что у машин нет сознания и нет личности. И, соответственно, они не должны становиться субъектами права. Как самостоятельные личности? Потому что тот момент, когда такие системы, которые сейчас все несомненно сетевые, обретут сознание, личность, смогут сами себе ставить цели и выбирать средства к обеспечению собственной безопасности, наступит точка технологической сингулярности. Потому что это точка, за границей которой мы не знаем, что будет происходить. Да может быть, все будет прекрасно, а может быть, все будет непрекрасно. Мы просто не знаем этого. Поэтому до того момента, пока это не произошло, мы не рассматриваем машины как что-то, способное иметь сознание и личность. А когда это произойдет, будем разбираться. Может, остаться, что разбираться будет уже достаточно сложно. Меня смущает то, что сейчас много коллективов по миру, твой, в частности, тоже, как один из мощных коллективов в России, стремительно движется в сторону создания все более и более совершенных интеллектуальных машин. И мы, мне кажется, зачастую, как человечество, ведем себя здесь немножко как дети, которые просто экспериментируют, не очень даже задумываясь о последствиях. Например, компания DeepMind, подразделение Google, она же прямо ставит перед собой задачу создания общего искусственного интеллекта, который... должен себя осознавать, идентифицировать. То есть, другими словами, есть компании, которые прямо идут к этой точке символярности. Это некая цель, которую они перед собой ставят для того, чтобы разрабатывать то, что они разрабатывают. Мы тоже перед собой ставим довольно амбициозные цели, и это позволяет нам фокусироваться на том, что мы делаем, понимать, что мешает нашему движению. Это действительно так. Но это не значит, что это произойдет вот-вот. Потому что все, что сделала на сегодняшний момент компания DeepMind, она сделала набор довольно специализированных решений, которые в некоторых, конечно, в некоторых вещах поражают обывателя. Но когда мы говорим об этом в более профессиональном сообществе, все-таки мы понимаем, что это довольно специфически, специально заточенный на определенные действия системы. И, конечно, лучшее, что они сделают, система управления загрузкой процессоров для дата-центров Google. На полных парах будем двигаться к этой точке сингулярности. Ну и нас не остановить. Нас никого не остановить. И даже если мы философски рассуждаем, что может произойти некоторая ситуация, что мы придем к этой условной точке сингулярности, после чего может быть не так хорошо человечеству, это все равно не остановить. Это прогресс не остановить. Может быть, мы захотим убить свое творение. Как раз если мы его создадим, а оно окажется совсем не тем, что мы ожидали. Что мы будем с ним делать? Мы будем стараться его выключить. Есть такой философ Ник Бостром, который считает, что если мы создадим настоящий искусственный интеллект, прям мощный, который будет себя осознать, который окажется мощнее, чем человек, он за несколько секунд оценит ситуацию и примет любые усилия для того, чтобы его выключить было невозможно. Ну то есть, если кто-то очень умный и способный прогнозировать очень далеко сильнее, чем человек, ну, наверное, это не очень сложно. Сильнее, чем много людей. Сильнее, чем много людей, да. Ну то есть, нужно понимать, что мы говорим про такую систему, которая будет интеллектуально сильнее, чем человечество. Это ты мощно задвинул. Прямо все человечество. Ну, практически, да. Ну, потому что, если создать систему, которая будет интеллектуально такая же сильная, как ты или я, то эта система будет примерно в тех же самых условиях, что ты или я. Каждый из нас с тобой или даже мы с тобой вместе, ну, мы не сможем обеспечить себе безопасность, если 10 человек вокруг решат нас этой безопасности лишить. Поэтому, когда мы говорим про такую точку сингулярности, когда мы совсем не понимаем, что происходит, совсем не понимаем, что за этой точкой, и ничего не сможем сделать с такой системой, то это условно должна быть такая система, которая интеллектуально сильнее, чем человечество, и способна влиять на реальный мир не меньше, чем человечество. Мы не сможем контролировать эту ситуацию никак. Это будет за пределами нашего человеческого контроля. Представим себе абсолютную утопию. Вдруг появилась такая система, но эта система не может как бы на реальный мир влиять достаточно сильно, но при этом она интеллектуально очень мощная. И вот все вдруг поняли, что наверное ее нужно выключить. Вот там человечество понимало, что ее нужно выключить совсем. Есть крайняя точка выключения любой системы. Это крайняя точка выключить все электричество. Все правительства мира договариваются, что в какой-то момент выключается все электричество совсем, полностью. И это выключение, полный блок-аут, держится до того момента, пока не закончится энергия в самом последнем аккумуляторе. Вот этот сценарий как-то, несмотря на мой оптимизм, мне кажется, вообще маловероятным. Я же сказал, это утопия, конечно, это невозможно. Не демонстрирует способности договариваться, к сожалению, в особенности в таком сложном вопросе, скажем, как искусственный интеллект. Ну, мне кажется, человечество способно договариваться тогда, когда осознает реально крупную угрозу. Чем дальше, тем больше мы это видим, что реально существенная угроза способна объединять более-менее разумные силы. А ты не считаешь, что то направление, в котором мы движемся, вот это создание, попытки создания общего искусственного интеллекта является реальной угрозой для человечества? Пока нет. Пока или вообще? Ты мне задаешь вопрос, считаю ли я. Сегодня и сейчас. Сегодня и сейчас я не вижу в этом угрозы. Я вижу больше плюсов от усиления мощности системы искусственного интеллекта, чем минусов. Поэтому сегодня и сейчас никакой угрозы нет. Наоборот, я бы скорее призывал сейчас очень во многих вещах разработчиков объединяться, несмотря на то, что они коммерчески относятся к разным организациям, потому что есть вещи, которые совместно решать проще и быстрее. Это тоже похоже на утопию, но все же. Ну вот, например, медицина. Использование искусственного интеллекта в медицине. Распознавание медицинских изображений. Медицинских изображений тысячи. Есть тысячи возможных диагнозов, которые могут ставиться или подтверждаться благодаря анализу медицинских изображений. Компании и организации, которые занимаются распознаванием этих изображений, их пока не тысячи, их, наверное, сотни по всему миру, и они занимаются десятками вот этих самых нозологий. Вот если бы эти команды разобрали бы нозологии, которыми занимаются, и сфокусировались именно на них, то мы бы получили бы, например, хорошо работающие распознавания каждой, ну, большего количества нозологий намного быстрее. Потому что сейчас на наиболее частотно встречающихся проблемных диагнозах занимаются несколько команд, а некоторые, которые менее частотны, но тоже ими надо заниматься, занимается никто или очень маленькое количество команд. Поэтому, на мой взгляд, в некоторых областях развития систем искусственного интеллекта рынку неплохо бы консолидироваться и договариваться именно таким образом. Это возможно? Это тоже очень сложно. то есть здесь как раз играют роль больше коммерческие отношения, какой-то интересы акционеров и так далее. Но здесь как раз хочется усиливать и усиливать этот искусственный интеллект. Тоже это возможно делать какими-то общими усилиями. Но ты знаешь, ты как раз про медицину упомянул. И в этом смысле медицина, мне кажется, тоже такой схожей областью. Сейчас идет много споров в мире. А может ли медицина вообще быть областью бизнеса? То есть есть гигантские компании, которые делают деньги в области медицины очень успешно. И является ли медицина вообще такой отраслью, в которой можно зарабатывать деньги или она должна быть вообще некоммерческой? Можно с этической точкой зрения? Я к тому, что с точки зрения искусственного интеллекта, мне кажется, это такая же история. Просто демиургом современного общества является экономика, деньги, бизнес. Вот эти бизнес-компании, империи, которые появляются, они являются как бы сегодня основными держателями ресурсов и такими демиургами вот этого, скажем, искусственного интеллекта. И на самом деле, мне кажется, это большой вопрос для человечества. А является ли это такая конструкция экономики и такая конструкция научно-исследовательских сил в этой области является ли она правильной для такой особенной области, как искусственный интеллект или там для медицины, скажем? Мне кажется, что это вопрос. Мне кажется, что это правильная структура, конечно, потому что именно это, ну, просто лучшего варианта пока нету. Да, это так. То есть, может быть, она не идеальная, но лучшего варианта пока нету. Это создает ту самую разницу потенциалов, чтобы ресурсы перетекали из одной точки в другую. Мы, например, как Центр искусственного интеллекта довольно много сотрудничаем с вузами и с какими-то научными учреждениями, в основном в России, но, в общем-то, готовы к сотрудничеству и за пределами, именно для того, чтобы разрабатывать и ускорять появление интересных систем искусственного интеллекта и не только в медицине, но в том числе и в медицине. То есть, такая позиция бизнеса, которая, да, конечно, продиктована интересами этого бизнеса, но на сегодняшний момент позиция крупного бизнеса и достижение целей крупного бизнеса достаточно разумно достигается путем коллаборации с командами, которые не являются в чистом виде коммерческими. Поэтому, да, именно деньгами бизнеса топится прогресс. В этой области важно выходить из этой своей привычной, что ли, оболочки конкретных отдельных коммерческих бизнес-компаний и все-таки начинать, искать какую-то более широкую коллаборацию, может быть, не коммерческую, потому как явно есть такие большие общечеловеческие цели, которые того стоят. Пример с медицины очень хороший. Если бы можно было договориться в каких-то больших масштабах, то мы могли бы как человечество намного более эффективно отработать. Вот в этой области искусственный интеллект это может оказаться ну просто ключевой историей. Это просто у нас с тобой эта область искусственного интеллекта. Именно поэтому мы здесь двигаем коллаборацию и с вузами. Просто потому, что одна из причин, почему это необходимо, потому что не хватает ресурсов. Задач много, мы хотим далеко уйти, а ресурсов не хватает на всех. И поэтому нам необходимо это сотрудничество. Точно так же, как и нам необходимо сотрудничество с государством, когда нам необходимо помогать осознать государству, что это такое, чем мы занимаемся, демократизировать какие-то какие-то институции, помочь в решении каких-то проблем. Еще один пример из нашей практики. У нас есть центр обработки данных, задача которого демократизация доступа к данным. Именно для того, чтобы помочь разным командам на рынке создавать все больше и больше систем на основе искусственного интеллекта. И это довольно, на мой взгляд, важное вложение именно в развитие рынка. Да, крупные компании необходимы это. Невозможно взять всех себе на работу вовнутрь. Есть центры научные, которые прогрессируют очень хорошо и которые могут дать хорошее влияние, дополнительные какие-то толчок ресурсы для достижения целей. Нам интересно, чтобы рынок развивался очень хорошо, потому что это заставляет количество людей занимающихся этими системами увеличиваться. И появляются интересные решения и в конце концов специалисты, которых нам интересно брать на работу. И это делается исключительно из интересов бизнеса. Если бы не было бы этого, не было бы этих интересов, то ниоткуда было бы это все брать. Здесь мне важно быть это движение вовне. И компании, и люди должны искать возможности коллаборации, кооперации и совместного исследования этого нового мира, потому как возможно то, что мы создаем, окажется куда больше и сильнее, чем мы себе можем это сегодня представить. Мы сейчас вообще находимся в такой эре сотрудничества, и мне очень нравится заниматься искусственным интеллектом, как одной из самых передовых областей деятельности, именно потому, что в эре сотрудничества, для того, чтобы достигнуть больших результатов, нам это сотрудничество необходимо очень сильно. Мы здесь сотрудничаем с любыми игроками рынка. В чем-то мы можем быть конкурентами, а в чем-то мы сотрудничаем, и это совершенно не мешает. И эта реальность очень интересна, и эта реальность совершенно нова, мне кажется, для условного понятия капитализма. Нам нужно сотрудничать, чтобы создать такой искусственный интеллект, который нам всем понравится, чтобы жить в мире, и который нам понравится, вместе с ним, и ни минуты не сожалеть о том, сколько мы усилий приложили для того, чтобы это сделать, за правильное будущее. Для этого нужно работать совместно. Программа создана вместе с МТС.